Они не менее приобретают рост, эти люди, как правило, себя не могут защитить, у них нет родственников, близких, у них нет возможности достаточно быстро сообщить о том, что с ними произошло. И такие ряд фактов мы уже имели в начале года. Хочу сказать, что по ряду из этих преступлений уже сегодня приняты решения, направлены дела в суд. Но вот последние яркие примеры. Это в Машевке нападают опять на 67-летнюю пенсионерку. Двое братьев, которые причастны к нападению. Одному за 30, второму за 40. Буквально на копейки там забрали имущество, нанесли эти лесные повреждения. И хорошо, что успели сработать, это все было 10 апреля, задержать указанных лиц. Кроме того, хочу сказать, что буквально недавно у нас было задержано трое грабителей. Указанные лица сначала в Кременчуге совершили грабеж тяжкий, приехали в Полтаву, напали на парня. У него в ходе нанесемых телесных повреждений был перелом черепа. Заводили часами, сняли кроссовки, небольшую сумму денег забрали, около полторы тысячи гривен. Сейчас он находится в реанимации. Оказалось, что один ранее судимый, после задержания указанных лиц по горячим следам, один ранее судимый освободился месяц назад, а другой ранее судимый буквально только сутки побыл на свободе, только освободился и пошел сразу же на совершение двух преступлений. Также был задержан. Сегодня в Лугинском районе в час ночи у нас произошло еще одно нападение на старика 38-го года или 36-го, если не путаю. Зашли двое, даже не одевали маски, избили старика, порезали ему руку, заводили 700 гривнами и с места происшествия скрыли. Хоть это и в час ночи было, старик обратился только лишь под утро, и сейчас выехали группы, которые будут заниматься установлением указанного лица, указанных лиц, совершивших это преступление. Кроме того, буквально несколько дней назад в Кребенковском районе на Смитте-Звалыще мы нашли обгоревший труп женщины. Лицо ее осталось целым, фактически выгорело все туловище, выгорели папиллярные узоры на руках. Мы не могли в несколько дней установить личность. Буквально сегодня обратилась внучка о том, что пропала ее бабушка. Мы думали, женщина моложе. Сейчас мы занимаемся указанным трупом. Продолжение следует...